Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита. Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита. 13.57.26 февраля 2020 года, обновлено. 14.24.26 февраля 2020 года, фото, F. Дарьин полевая экспедиция. Отбор кернов в озере заповедное. Фото, F. Дарьин полевая экспедиция. Отбор кернов в озере Заповедная Москва, 26 фифрия новости. СИИ. Ученые обнаружили в озерных отложениях близ места Тунгусской катастрофы слои, индикаторные микроэлементы в которых свидетельствуют о возможном присутствии космического вещества. Предварительный результат и цикл исследований опубликованы в журнале «Известия Российской Академии наук». Все предположения о природе так называемой «Тунгусской катастрофы», произошедшей в Восточной Сибири в 1908 году, до сих пор остаются только гипотезами. Наиболее вероятные из них падение метеорита и взрыв космического тела в атмосфере над Землей. Ученые из Института ядерной физики имени Г.И. Буткира, Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева, Государственного природного заповедника Тунгусский института биофизики исследуют следы катастрофы, чтобы восстановить ее сценарий. Загадка Тунгусской катастрофы беспокоит ученых и общественность. Многие специалисты, принимая участие в экспедициях, не теряют надежду разгадать ее сценарий. Приводится в пресс-релизе Явсаран слова заместителя директора по научной работе заповедника Тунгусский, кандидата биологической наук Артура Мейдуса. Этого метеорита как материального тела нет, но есть сохранившиеся до сегодняшнего дня следы очень сильного взрыва и его последствия их анализами занимаются исследователи. Современные научные методы позволили продвинуться далеко вперед. 27 декабря 2019 года, 08.00 РИА НАУКА Жертва Тунгусской катастрофы Ученые изучают странных птиц и озера. Оно глубокое, елистые отложения, накопившиеся в нем, не перемешиваются, а оседают и хранят информацию прошлых лет. Среди этой информации история непрерывных климатических изменений и катастрофических событий, поясняет Артур Мейдус. По словам ученого, в слоях 1908-1910 годов отмечаются следы пожаров и выброса в атмосферу частиц материи как земного, так и космического происхождения. Это более светлые слои, отчетливо выделяющиеся на фоне темной толщи. В них обнаружилось повышенное содержание калия, титана, рубидия, итрия и циркония, что говорит о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела. Фото, F. Дарьин поверхность вскрытого керна отложения озера заповедная. На фоне темноокрашенных глин отчетливо виден слой светлого цвета, датируемый 1908-1910 годами. Фото, F. Дарьин поверхность вскрытого керна отложения озера заповедная. На фоне темноокрашенных глин отчетливо виден слой светлого цвета, датируемый 1908-1910 годами. Критерии поиска космических частиц по набору характерных элементов ученые отработали в более ранних экспериментах с образцами Челябинского и Сихотеаленского метеоритов. Следующим шагом, по словам исследователей, должен стать целенаправленный поиск микрочастиц внеземного происхождения в датированных методах радиоглеродного анализа слоях донных отложений. В этом помогут современные методы, такие как рентгенов-луоресцентный анализ, с использованием синхротронного излучения. Это не разрушающий метод изучения элементного состава. По положению пика на шкале энергии ученые определяют химический элемент, а по интенсивности пика содержание элемента в образце. Совмещение рентгенов-луоресцентного анализа с возбуждением синхротронным излучением позволяет исследовать содержание элементов с относительными концентрациями до миллионных долей процента. Согласно современным моделям, взрыв Тунгусского объекта произошел на высоте около 80 километров. Волна в эпицентре, идущая вертикально вниз, просто обрезала ветки деревьев, оставив нетронутыми стволы, а распространявшаяся в стороны положила лес на территории в 2000 квадратных километров. Рассказывает первый автор статьи, старший научный сотрудник лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов Игмсаран, кандидат геолога минералогических наук Андрей Дарьин. Деревья вывернула с корнем, и уже весной следующего года произошел смыв тиригенного вещества в озера, где оно и осело толстым слоем. Главное, считают ученые, теперь известно конкретное место, где искат частицы Тунгусского метеорита. Изучаемый нами совместно с геологами слой выделяется на фоне темноокрашенных глин с тонкой слоистостью белым цветом и толщиной 5-8 миллиметров. Такой большой слой отложился из-за повышенного сброса материала в озеро. Внутри именно этой области могут быть частицы внеземного происхождения, говорит Андрей Дарьин. 27 июня 2019 года, 10.40 РИА НАУКО Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита. РИА НАУКО